Здравствуйте, друзья! С вами вновь Григорий Манёв, и это очередная страничка Берингийского дневника. На восьмой день пути гонка выходит из посёлка Тегиль и движется в село Ваямполка. Сегодняшний маршрут проходит по так называемому зимнику. Эта дорога существует только зимой. Летом, поскольку местность болотистая, она просто размывается. Машины зимой движутся по ней достаточно просто. А вот у каюров с этим участком пути всегда возникают проблемы. Когда идёт потепление, то дорога оголяется, и гравий травмирует собакам лапы и стёсывает полозья нарт. А вот сейчас другая проблема. Сегодня с утра было около минус 30 градусов, и дорога превратилась в настоящий бетон. Нарты по такому покрытию летят легко. А вот собаки с каждым шагом, с каждым прыжком, вот такое жёсткое покрытие травмируют себе суставы. И вот такие травмы неизвестны, когда и как аукнуться в дальнейшем. Но несмотря ни на что, Берингия идёт вперёд. К сожалению, на старт очередного этапа не вышла Анфиса Бразалук. Для неё эта гонка завершилась. В соответствии с положением о гонке, если общее время прохождения этапов от Эса до Тегеля превышает 14 часов, то каюр снимается с гонки. У Анфисы общее время составило порядка 17 часов, то есть далеко за рамки вышла. Поэтому, к сожалению, вынуждены были принять такое решение. Дальше Анфиса Бразалук в гонке не участвует. Вот этот временной коридор, он необходим. Потому что если его убрать, допустим, да, ну, к примеру, то каюры могут лечь, спать на трассе, там, пить чай. А все знают, что стоят судьи, стоят ветеринары, стоят, все ждут. И вот это психологически, когда ты идёшь на упряжки, знаешь, что они тебя там ждут и мёрзнут, это очень тяжело. Поэтому ты торопишься, ты работаешь, ты там всё-всё нагоняешь как можешь, но не всегда, опять же, всё от тебя зависит. То есть пошла вот такая трасса тяжёлая, и всё, вот эти подъёмы тягучие, и песок, песок, песок. Конечно, упряжка уже теряет ход. Здесь очень много зависит от каких-то обстоятельств, очень. Вот что-то где-то раз там якорь вылетел, зацепилась за что-то, что-то пошло не так, и всё, и ты уже не догонишь. Возможно, меня бы оставили в эту гонку, сто процентов. Они знают все, и судьи, и ветеринар, что я прошла бы эту гонку. Но есть вот это правило. И к тому же у меня 13 собак, полноценных, больших, здоровых, хороших псов. Это тоже большое значение имеет, потому что у некоторых уже по 11 собак. И ещё идти. Вторая упряжка из питомника Кейнеран, Абдурасул Холмуродова, продолжает свой берингийский путь. За плечами у Каюров 487 километров. Борьбу за главный приз гонки продолжают вести теперь уже 7 спортсменов. Финиш в селе Ваямполка существенных изменений в турнирную таблицу не внёс. Тройка лидеров после восьмого этапа осталась прежней. На первом месте Алексей Попов. За ним Андрей Семашкин и Николай Левковский. Берингия. Мы идём вперёд.